Всем привет! Я Андрей Кривуля Чарли. И в этой серии я покажу, как подготавливаю модель Commander для переноса в Unreal Engine с помощью MetaHuman Creator. А также назначу улучшенную текстуру кожи от 3dscan store на материал уже в движке. Ну что, готовы впитывать новое знание? Тогда поехали! Так, я импортировал голову в отдельную сцену, чтобы ее подготовить для MetaHuman Creator. Сейчас важно проверить каждую модель на наличие развертки и ее расположение в UP2. Здесь я вижу, что развертки нет. Это я исправлю в 3ds. Идем дальше. Проверяем глаза. Тут все окей. Но когда мы соединим их с головой, то тут будет ее развертка. А значит, нужно решить этот вопрос немного по-другому. Перенести развертку глаза сюда. То есть смотрите, если я выделю все объекты, то я увижу такой результат в UV-развертке. Поэтому естественно нужно развертку глаза немного модифицировать и перенести в эту область. Так как глазами я буду изменять UV, то я хочу без трудностей получить новую текстуру под эту UV. Значит, иду в 3d-код. То есть я экспортирую глаза в общ-формат, открываю 3d-код и импортирую их таким образом. Не обращаем внимания на странное количество UV-сетов и нажимаем ОК. Далее импортируем текстуру в старый сет, чтобы он ее запомнил для дальнейшего запекания на новый сет. Теперь нужно перейти в UV и удалить ненужные сеты и отредактировать UV-глаза, как нам необходимо. Далее, после всех манипуляций нажимаем Apply UV-set, чтобы применить новые настройки. Таким образом, мы получим автоматический перенос текстуры на новую UV, которую мы создали. Далее, обязательно экспортируем новую текстуру и наш объект с новой UV. Теперь импортируем новый объект и смотрим, что получилось в развертке. Да, все выглядит как нужно. Я также поправил развертку слезной железы глаза и приступил к экспорту в Unreal Engine. Так как в Unreal Engine я буду загружать UDIM текстуры, то нужно включить опцию поддержки виртуальных текстур в настройках проекта. Далее достаточно импортировать первую текстуру и остальные UDIM кусочки будут автоматически добавлены. При этом, возле текстуры появится сокращение VT, что означает Virtual Texture. Если Вы откроете ее, то увидите весь сет UDIM текстур. Далее, просто создаем базовый материал и перетягиваем туда эту текстуру. После чего подключаем ее в слот Base Color и в Specular устанавливаем значение равное 0. Далее, приступаем к созданию MetaHuman. Нажимаем правую кнопку мыши, переходим в MetaHuman Аниматор и выбираем MetaHuman Identity Asset. Далее, придумаем любое имя этому асету и импортируем нашу модель головы. После чего открываем ее и назначаем созданный материал на все слоты. Сохраняем все асеты, нажав на кнопку Save All. После этого открываем наш MetaHuman Identity Asset и импортируем его в голову. Далее, изменяем значение параметра Field of View на 20, так как так будет проще воссоздать все черты. И настраиваем вид спереди таким образом. Далее, активируем Unlit режим и выбираем туловище персонажа. После этого переходим в Neutral Pose и нажимаем на Promote Frame. Далее, кликаем на Track Marker, чтобы разместить маркер для конвертации в MetaHuman. Также рекомендую приблизить камеру и посмотреть на правильность размещения маркеров. Например, у меня не совпадают губы и я это исправлю. Просто передвигая точки. Далее, нажимаем на MetaHuman Identity Solve и получаем такую превью-геометрию. Да, конечно не идеально, если вы стремитесь передать сходство в пиксель в пиксель. Но я не стремлюсь. Теперь последний шаг. Это нажатие на кнопку Mesh to MetaHuman. И нажимаем на кнопку Mesh. Когда я записывал этот урок, версия 5.4 еще была в бета. Поэтому я выбрал 5.3. Итак, MetaHuman Creator загрузился и наш MetaHuman готов. Но, как можете заметить, он пока без шейдера кожи и сейчас мы это исправим. Для этого нужно выбрать категорию Skin и нажать на кнопку Assign. После чего выбрать необходимый цвет. После этого можно настроить текстуру, контраст и roughness. Далее можно перейти к настройке глаз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И конечно же изменить его стандартные брови. Так, мне нравится, как выглядит этот вариант. Теперь немного проверю его эмоции и возвращаюсь в Unreal Engine. Чтобы MetaHuman сохранил все Ваши изменения, нужно нажать на иконку My MetaHumans. Таким образом, в каталоге появится обновленная версия, которую можно импортировать в Unreal Engine. Для этого открываем Quixel Bridge и качаем своего MetaHuman в High Quality. Скачивание может занять определенное время. В моем случае это было 17 минут. После того, как модель скачалась, нажимаем на кнопку Add, чтобы добавить ее в проект. Далее можно закрыть Quixel Bridge и перейти в папку с именем Вашего MetaHuman. Там Вы найдете Blueprint, который перетаскиваем в сцену. И в этот момент может показаться, что Unreal Engine завис. Но это не так и нужно просто немного подождать. Я ждал примерно 2 минуты и потом появился манипулятор и началась компиляция шейдеров. В этот момент Ваш объект может быть в любом месте сцены и нужно просто сбросить координаты. Так, мне не нравится этот стандартный фон, поэтому я немного изменю его цвет. Теперь перехожу к улучшению стандартных текстур с помощью 3ds Scan Store. Для этого создаю папку HD Text и перетягиваю в нее все необходимые текстуры. Далее нужно открыть материал MetaHuman и загрузить их в него. Материал находится в папке Face с Вашим MetaHuman. Потом Вам нужно зайти в папку Baked и открыть материал с таким именем. Пожалуйста, смотрите внимательно. Далее спускаемся вниз и ищем слот Base Color. Так как мы включали режим Virtual Texture, то теперь все текстуры грузятся в этом формате. И мы не сможем поместить их в необходимые слоты, пока не конвертируем в обычный формат. Поэтому нужно выбрать текстуру, нажать правую кнопку мыши и активировать опцию Convert to Regular Texture. Далее в появившемся окне выбираем разрешение текстуры, нажимаем Apply Filter и ОК. Проделываем те же действия с остальными текстурами. Далее выбираем Albedo и загружаем ее во все слоты Base Color. Продолжение следует. Ребята, если Вы ищите крутые референции 3D причесок, советую сайт 3D.sk. На сайте две категории. Grooms 3D Scans и Grooms Photo. Сканов маловато, но зато фотографий и волос хватает, чтобы уже начать работу над прической для Вашего персонажа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok